Да что-то сердечко прибаливает. Поводов для волнений у Ольги Степановны теперь намного меньше. Даже при малейшем недомогании она может оперативно обратиться за консультацией к врачу. Раньше, говорит женщина, от одной только мысли, что надо ехать в поликлинику, поднималось давление. Зато теперь квалифицированная медицинская помощь пришла и в ее родное село. Здесь созданы все условия для этого. Очередей нет. По записи, заранее по электронной почте записался и пришел, как вот я сейчас. Кабинет врача общепрактики в Краевско-Армянском открылся в прошлом году. В селе живет 2000 человек. В день на прием приходят до 30 пациентов, большая часть взрослые. За педиатрической помощью обращаются в среднем каждый день около 10 родителей. В случае необходимости сельский доктор выезжает и на дом. В данном офисе врача проводится врачебный прием. Также осуществляется обслуживание пациентов на дому, маломобильных, либо с острыми заболеваниями. Допустим, если температура у человека 39, он в силу своего состояния не может прибыть, то обслуживается он на дому. Такие кабинеты врачей общепрактики представляют собой, по сути, мини-поликлинику. Именно приближенность к пациентам помогает своевременно заподозрить патологию и назначат необходимое лечение или детальную диагностику уже у узких специалистов, что поможет в дальнейшем избежать серьезных осложнений. Учитывая, что в селе основная часть жителей – пожилые люди, данная методика по предотвращению тяжелых последствий заболеваний зарекомендовала себя наилучшим образом. Сравнить, если с кабинетом фельдшера, который мы обычно привыкли видеть на селе, то это, конечно, очень большая разница. Вы сами можете убедиться, что это выглядит как красиво снаружи, так и красиво внутри, но это очень удобно и для обращающихся пациентов, и для медицинских работников, которые здесь работают. Сделать медицину доступной даже в далеком селе – одна из приоритетных задач для властей города. В центре курорта уже давно функционируют современные медицинские центры, оснащенные самым передовым оборудованием. Однако, своевременная диагностика и профилактика заболеваний – основа здорового общества. Именно поэтому оценить, как работает недавно введенный в эксплуатацию ВОП, приехал сам глава города. Анатолий Пахомов пообщался с пациентами и врачами, осведомился, довольны ли они ремонтом и качеством обслуживания. Если это людям не нужно, может быть, мы зря? Нет. Сейчас вообще, говорят, надо скоро обсудить, что им надо. А потом уже делать. А то мы сделаем, а все, кажется, не так. У меня два внука. Мы постоянно сюда, к вечеру, не в город едем, а вот сюда. В соседнем селе Измайловки совсем скоро тоже появится такой ВОП. Здание готово, идет ремонт внутренних помещений, дооснащение его медицинским оборудованием и решаются финальные вопросы с документами. Сейчас уже сданы и проходит экспертизу в крае еще два аналогичных проекта. В ближайшее время подобные мини-поликлиники появятся в ауле Хаджико и селе Пластунка. Подана заявка еще и на строительство кабинета врача общей практики в поселке Орел Изумруд. В целом, только за прошлый год в Сочи открыта новая поликлиника для жителей микрорайона Светлана на курортном проспекте с муниципальной аптекой. В конце года завершился капитальный ремонт инфекционного отделения городской больницы номер один. Запущен массовый оздоровительный проект «10 тысяч шагов к здоровью. Прогулка с врачом». И введен в эксплуатацию новый перинатальный центр.